Карьера Романа началась с олдовых турниров М1 в апреле 2000 года. Это был мини-турнир из четырех бойцов и в финале он сошелся с Андреем Орловским, который после эпичного отлета от Дацика спустя год вернулся в Россию, чтобы реабилитироваться. Реабилитация Орловского началась с лоукика, но немного застопорилась после ответа в виде левого крюка на скачке от Зенцова. Левый хук Романа, пожалуй, был его главным орудием и бой с Педро Хизу, я думаю, каждого в этом убедил. Но в этом поединке Роман больше не смог довести до цели свой коронный удар, а вот Андрей отлично отработал серию и финишировал Зенцова на второй минуте боя. Так что закрыть поражение от Дацика у Орловского получилось, но вот реабилитироваться не совсем, так как тот нокаут и нокаут от Федора припоминается и обсуждается и по сей день. Ну а что касаемо Романа, то он отошел от поражения и спустя полгода довольно ярко вернулся в дело, прикончив голландца Хермана Ван Толя. Всего 15 секунд и пару точных попаданий понадобились Роману, чтобы срубить оппонента и закрыть поражение Орловскому. Но победная серия оказалась очень короткой, так как следующие два боя Зенцов проиграл при этом досрочно. Вот такое неровное начало пути было у Романа, которого бросало то в жар, то в холод, и он чередовал победы с поражениями. Июль 2001-го и командировка Зенцова в Голландию на турнир Too Hot to Handle, а в соперниках местный боец Дэйв Вандервин, который начинает бой с летящего колена, а затем переводит Романа вниз. Но на его несчастье, рефери поединка был Гилберт Айвел, который презирал борьбу и как только видел какую-то суету в партере, сразу же останавливал бой и возвращал бойцов в стойку. Ну а если откинуть мою фантазию в сторону, то похоже правила просто ее исключали. Левый хук Романа и Шрайберу на минималках отчитывают нокдаун, а затем снова отправляют на амбразуру и дают команду пленных не брать, после чего тот снова летит рубиться. Дэйв, похоже, забыл слово защита и абсолютно не верил, что Роман способен его вырубить. Это единственное объяснение, почему он так упорно на него пер и снова улетал в нокдауны. Лимит пропущенных ударов был исчерпан и Дэйв не вывез очередного размена. Яркая победа Романа и еще один приступ лихорадки, так как из трех следующих боев два он проиграл, и в марте 2002 вышел на бой против молодого Алистара Аверима, который в свои 22 имел рекорд 7-3. Алистар действовал по своей классической схеме, он вошел в клинч и разбомбил Романа коленями, затем был перевод в партер, полный контроль сверху и Американо. Просто великолепное выступление от Аверима и абсолютно заслуженная победа в одну калитку. Так что к марту 2002 на счету Романа было 4 победы и 6 поражений, но именно после этого фиаско дело пошло в гору. Одержав 4 победы подряд, при этом 3 досрочно, Роману предложили бой за поезд против великого и ужасного рубаки Боба Шрайбера, который в то время чемпионил в М1 и являлся для Романа не просто соперником, а настоящим кумиром. Чтобы вы понимали, это был для меня на тот момент, ну, бог в боях. То есть, ну как так, драться с идолом? Ну да, то есть для себя внутренне, ты должен либо его свалить и, соответственно, освободить себя, внутреннего героя, ну, либо он тебя погребет, потому что он был бескомпромиссный боец на тот день, он побил многих наших ребят, и он выходил драться. Он не ломал, не душил, с ним можно было выйти, либо упасть, либо выйти победителем. Он избивал людей, он не любил бороться, он не давал бороться, нельзя было отсидеться, там, в партере, еще чего-либо. Боб, не давая Роману секунды на раскачку, в своем стиле пошел на абордаж и навязал Зенцову откровенный размен, в этом Шрайбер был настоящим батей. Но немного помахав руками, Боб сбавил обороты и, похоже, очень быстро подустал. Роман зажимает Шрайбера к сетке и атакует ударами с обеих рук. После пары пропущенных, ужасный Боб падает на канвас и запускает соперника за спину. Обычно, когда Боб оказывается в такой позиции, бой заканчивается, и этот случай не стал исключением. Роман финиширует Шрайбера приемом и становится новым чемпионом М1 Глобал, но стабильность снова ему отказала и после этого поединка последовало аж три поражения подряд, причем все досрочно. В августе 2005-го состоялся настоящий бой десятилетия, в котором Федор побил Крокопа и защитил свой пояс чемпиона. Тем же вечером дрался и Роман, при этом его соперником был Фабрисио Вердун, который тренировался с Мирко, так что у нас получается настоящее командное противостояние. Вердун со второго раза переводит Романа в партер, при этом оказывается в маунте, так что не самое удачное начало поединка для Зенцова. Роман проводит свип и оказывается сверху, но попадает в гард Фабрисио, который как раз таки в этой позиции максимально опасен. Вердун со второго раза все-таки накинул треугольник на шею Романа. Казалось, что замок не самый плотный и из него можно выбраться, но только не в случае с Вердуном. Бразилиц моментально прихватывает руку Зенцова и заканчивает бой рычагом локтя. Так что таким образом Фабрисио оправдал прогнозы экспертов, которые считали его фаворитом и досрочно остановил Романа. А если вспомнить, что он также душил обоих братьев Емельяненко, то для российского болельщика Вердун фигура просто особенная. После черной полосы в четыре подряд поражения Роман выступил на турнире М1, а его соперником стал его одноклубник, еще один боец из команды Red Devil и Брагим Магомедов, который в свое время бил Бена Ротвелла и Валентайна Аверима, а также выигрывал два турнира восьмерки Тухот Тухэндл и М1. Поединок начался довольно аккуратно и молчание бойцов прервалось мощным взрывом от Ибрагима. Зинцов пробивает лоу-кик, но Магомедов после подхвата ноги загоняет Романа в угол и работает в клинче. Зинцов рубанул левый хай-кик, а затем уронил Ибрагима и добил сокер-киком, которые, похоже, еще не были запрещены в те времена в М1. Так что Роман очень ярко закрыл поражение Вердуму, а затем закрепил это дело нокаутом Педро Хизу, который уже появлялся в этом выпуске ранее. Свой третий и последний бой в Прайде Зинцов провел в мае шестого года. Это был бой за право стать запасным бойцом для Гран-при в открытом весе, обзор на которую недавно появлялся на моем канале и ссылка будет в описании. Его соперником стал Гилберт Айвелл, а значит зрителей точно ждало зрелища в стойке и скорее всего нокаут, так как оба бойца были слишком уж бескомпромиссны. Гилберт с Гонгом наседает на Зинцова и после непродолжительного давления летит на канвас, а Роман оказывается сверху. Просто печальная реальность для Айвелла. Роман проходит в маунт и пытается финишировать урагана Американой и в целом уверенно контролирует бой, работая сверху. После второй попытки Американы от Романа, Айвелл сумел вскочить на ноги, но почти сразу ему в табло залетел левый хук Романа и бой был окончен. Крутейший нокаут от Зинцова и это уже третья досрочная победа подряд. Поединок с Кристофом Мидо также закончился для Романа ярким нокаутом. При этом главным ударом в этой серии был все тот же левый хук, которым Зинцов и уронил француза. Кристофу этого оказалось мало и вскоре он вернулся за реваншем, но результат был примерно таким же. Только вот ударов пришлось принять немного больше, прежде чем бой остановили. После этой победы серия Романа насчитывала 7 побед подряд, и именно в это время он пребывал в своей наилучшей форме. Но затем из 4 следующих боев он смог выиграть только один, и имея рекорд 17-13, Роман повесил перчатки на гвоздь и больше не выступал. Вот такая неровная карьера получилась у Зинцова, которая была похожа на американские горки. Он чередовал победы и поражения, причем делал это серийно. То выносил таких парней с именами, как Хизу или Айвил, а затем сливал никому неизвестным парням второго эшелона. Так что будь Роман немного постабильнее, возможно все сложилось бы гораздо лучше, но имеем то, что имеем. Ну а у меня на сегодня все. Пишите, какой бой Зинцова вам запомнился и понравился больше всего. Также если ролик понравился, ставьте лайки, и если не подписаны, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok